Библейский портал экзегет.ру представляет Мы с вами переходим к девятой кофизме. Итак, Псалом 64. Для тех, кто смотрит наши лекции, мы напомним, что в видеозаписи делаются редакция портала Экзегет, а наши встречи проходят в актовом зале Срединской духовной семинарии. 64-й Псалом, первый из небольшой группы из четырех Псалмов, 64-й и 67-й. Объединяют эти четыре Псалма заголовки. В заголовке каждого из этих Псалмов есть слово «песнь». Эти Псалмы также объединяют схожий стиль языка и близкое по смыслу содержание. Эта группа песней восхваления завершается в 37-м Псалме следующими словами. «Благословен Бог». И вот это словосочетание «благословен Бог» по сути является центральным для каждого из данных Псалмов. Слово «песнь» в названиях различных Псалмов встречается примерно 30 раз. А слово «псалом» встречается в заголовках Псалтыри примерно 50 раз. Возможно, изначально значение этих терминов отличалось. И это были разные по жанру тексты. Но какова была разница по прошествии стольких сотен лет, уже сказать трудно. Некоторые Псалмы, такие как 64-й, рассматриваемые нами сейчас, содержат в заголовке сразу два слова – «псалом» и «песнь». Автор 64-го Псалма благодарит Бога за прощение грехов и за обеспечение плодородия земли. Обе эти темы тесно связаны. Не исключено, что перед тем, как появился текст данного Псалма, автор его жаловался Богу на недостаток сельскохозяйственной продукции, а в частности на недостаток дождя. Видно, была засуха. И воспринимал автор Псалма засуху, как наказание за грехи. Неспосылаемые с неба капли дождя и обильный урожай, по всей видимости, зерновых, им воспринимаются, как благословение свыше. Некоторые исследователи считают, что текст Псалма является ответом на ту просьбу царя Соломона, которую тот вознес при освящении Иерусалимского храма. Я процитирую этот обширный текст из Третьей книги царств, чтобы нам лучше почувствовать содержание данного Псалма. Итак, в Третьей книге царств сказано следующее. «Когда Псалм молится при освящении храма, он просит Бога о следующем. Когда заключится небо и не будет дождя, за то, что они, имеется в виду израильтяне, согрешат пред тобою, и когда помолятся на месте этом и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие». «В молитве Соломона грех и наказание за грех взаимосвязаны. За грех народа против Бога посылается засуха. Но когда люди каются и снова обращаются к Богу, Бог снова дает земле дождь и делает ее плодоносной». Об этом мы с вами сейчас поговорим, рассмотрев детальнее содержание Псалма. Итак, 2-й, 4-й стихи. Псалом начинается с утверждения, что Богу подобает хвала на Сионе. «Хвалить его и выполнять обещания, данные ему, должен весь народ». Сион – это название укрепленного холма в Иерусалиме. Когда-то этот холм захватил Давид у Иевусеев, народность, которая проживала на территории Ханаана. Другое название этого холма по Библии – гора Мариа. Здесь были совершены первые жертвоприношения. В последующем Соломон построил храм. «И вокруг храма на горе Мариа стал разрастаться город Иерусалим». В некоторых случаях понятия Сион, Иерусалим, Мариа или храм тождественны. То есть речь идет об одной и той же географической точке в Израиле. Обеты Богу, о которых речь идет в первых стихах данного псалма, видимо, были даны во время засухи. Впоследствии они были исполнены в виде жертвоприношений и благодарственных песней на Сионе. «Всякая плоть», о которой речь идет в третьем стихе, это довольно распространенное в Ветхом Завете выражение, которое обычно означает «все люди», «все человечество» или, по-другому, «все». «Все» равно «всякая плоть». Псалом, очевидно, указывает не только на всех израильтян, но и на весь мир. «Пойти» или «прибегнуть к тебе» означает пойти на молитву в Иерусалимский храм. Следовательно, выражение «к тебе прибегает всякая плоть» говорит о том, что все люди будут приходить к тебе на Сион, чтобы там помолиться и принести жертвоприношение. «Беззаконие» и «прегрешение» — это два термина, которые описывают виновность человека пред Богом. Необходимость покаяния пред Богом подчеркивает, что никто не может справиться со своими грехами сам, без помощи свыше. Выражение из четвертого стиха «Дела беззаконий превозмогают меня» акцентирует наше внимание на тяжести греха. Когда я совершаю множество плохих поступков, мне становится тяжело с ними жить. Они постоянно напоминают о себе. Меня борет угрязение совести. Очистить преступление означает устранить последствия грехов. Буквально стереть их с лица человека, как вытирают пятно на одежде. Запятанный грехами человек духовно нечист. Он словно вызывает омерзение пред Богом. Бог не желает смотреть на грешника, потому что он грязный. Но сам себя человек отмыть не может. Только Бог может прикрыть, смыть, простить человеческий грех. Такая идет, стоит за словами данного псалма. Пятый стих. Некоторые толкователи Священного Писания считают, что этот стих относится к священникам, которые служили в храме или жили неподалеку. Другие полагают, что под избранными и приближенными подразумеваются все поклоняющиеся в храме люди. Для описания самого храма здесь используются три разных выражения. Твои дворы, твой дом и твой святой храм. Твои дворы, скорее всего, служат указанием на площадь в преддверии храма, которая также находилась на горе Сион. Если сейчас вы побываете в Иерусалиме, на храмовой горе, то вы увидите, что там в центре храмовой платформы стоит купол скалы, мечеть, которая находится над местом традиционно считающимися и археологами современными подтверждаемыми, как место, где был алтарь Ветхозаветного храма. Но и сейчас вы увидите, что вокруг этой мечети купол скалы расположена огромная платформа. Построена эта была платформа во времена царя Ирода. Но основание этой платформы было заложено еще Соломоном. И вот площадка за пределами собственного храма могла называться дворами храма Господня. Или по-другому, по данному псалму, дворы твои. И все это место, то есть вся внешняя часть храма, его двор, также назывались понятием храм. Когда Иисус Христос выгонял торгующих из храма, помните этот известный сюжет, когда он сделал бич из веревок и прогнал оттуда из храма, как написано в тексте Евангелия, «продающих валов, голубей и столы миновщиков опрокинул», то речь идет не, собственно, о самом здании храма, где был семисвечник, куда первосвященник входил раз в год для принесения крови жертвных животных, а речь идет как раз об этих дворах, у храмовой территории. Если сравнить с современными храмами, то это внешняя ограда, то есть та уличная часть, которая является прихрамовой территорией. Вот оттуда, с этой храмовой территории, изгнал Христос продающих, покупающих, именовщиков. Итак, мы говорим о разных обозначениях храма в пятом стихе. «Благо дома твоего» – это те благословения, которые люди получают в храме. Что же это за благо дома твоего? Во-первых, это сама радость от участия в богослужениях. Это какие-то духовные блага, то есть то утешение, которое человек приобретает, приходя в храм с покаянием, с благодарением и с иными чувствами. В центре богослужения в ветхозаветные времена были жертвоприношения. А эти жертвоприношения нередко завершались общей трапезой. Часть жертвования животного при возложении на жертвенник, а мы знаем, что на этом жертвеннике эта часть, она сжигалась. Итак, она как бы отдавалась в Богу, в воню благоухания. И дым, который возносился к небу, считался некой приятной жертвой в ноздри, в приятное благоухание Богу. Такой символический язык Библии. Так он нам передает в чувственной форме то возможное отношение к Богу, к человеку, к его жертвоприношению. То есть когда он их обоняет, он к ним благоволит. Так вот, часть отдавалась Богу, часть – священникам, а остальное возвращалось приносителю и его семье. Жертвоприношения предназначались для восстановления разорванных отношений человека с Богом. То есть когда в первую очередь человек приносил жертву, когда он чувствовал свою вину, когда он совершал какой-то грех. А как мы знаем с вами, что в Ветхом Завете грехом пред Богом также было нарушение гражданских законов. То есть если человек совершил право нарушения, он должен был, допустим, он украл, он вернуть должен был все с излишком, сам человеку, у которого он украл, или нанес какой-то непреднамеренный ущерб, например, покалечил вола или осла своего соседа. Так вот, он, виновный, возвращал ущерб, прибавляя к этому еще определенную часть, и при этом шел в храм для совершения жертвоприношений. Так это работало в Ветхом Завете. Итак, гражданская повинность была равна духовной повинности пред Богом. Искупая гражданский грех, человек одновременно шел в храм для принесения жертвы. Жертва вины, жертва за грех. Но были еще благодарственные жертвы, жертвы по обету. Например, когда полководец собирался на войну и говорил, обещая Богу, что, Господи, если ты мне поможешь силой моего войска, меча, одолеть моего врага, то я, когда вернусь со сражения, принесу тебе в жертву, ну, допустим, барашка. И, возвращаясь с поля битвы, если действительно битва была выиграна, человек пришел в храм для принесения жертвоприношений. И во дворах Господних там съедалось после соответствующих приготовлений жертвенное мясо. Итак, это был не просто голод, это был целый праздник. И вот почему человека насыщает благо Дома Божия. Они действительно его насыщали и в буквальном смысле слова, потому что часть от жертвоприношений он съедал. Почему же мы это называем пиром? Почему это давало особую радость? Потому что мясо было в цене. Очень редко вкушалось в древности мясо. Когда тот или иной хозяин дома, отец семейства, решался заколать теленка или заколать козленка, это было, как правило, связано с каким-то большим семейным событием. Кроме того, убийство любого животного считалось неким священным актом, потому что кровь животного считалась мстилищем его души. Итак, это не было просто бытовое убийство. Заклание любого животного совершалось человеком с благоговением, потому что животное – это дар Божий, а человек кушает мясо по немощи человеческой. До Ноева потопа так не было. Библия нам говорит, что до Ноева потопа люди питались растительной пищей, и только после Ноя стали вкушать мясо. 6-й, 9-й стихи. Бог совершает дивные дела по всей земле, в результате чего жители земли устрашаются его знамени. Указания на все концы земли и удаленные моря, и сущие в море далече, это те, которые находятся на окраине морей. Может быть, речь идет о жителях Средиземного моря, которые жили на островах или где-то на территории Северной Африки, на территории Эллады. Все это говорит о разных странах. От запада до востока, от севера до юга. И вот словососчитание «утро и вечер» из 9-го стиха. «Утро и вечер возбудишь к славе твоей». Это указание на страны, на восток и на запад от местонахождения псалмопевца. То есть буквально страны, где солнце встает и солнце ложится. Кстати, пустыня Негиф, и теперь это слово означает юг. То есть Негиф – это юг. Пустыня, которая находится на юг от Иерусалима, получила такое название – пустыня юг. Это как в Африке пустыня Сахара. Арабское слово «сахар» буквально означает пустыня. Если бы мы владели арабским языком, то для нас пустыня Сахара – это буквально пустыня под названием пустыня. Или как в русском обиходе понятие пустынь. То есть то, что мы называем сейчас пустынью – сергиевская пустынь, серафимовская пустынь. В древности это были какие-то поселения монашествующих вдалеке от города, то есть в лесу или в полях, в лугах, то есть там, где пусто, где нет населения, где место, лишенное человеческих удобств, скажем там, цивилизации. Итак, утро и вечер – это указания на страны, на восток и запад. Знаменеми Божьими здесь являются не сверхъестественные явления, а вполне естественные силы природы. Могучие горы поставлены Божьей силой. Они же являются символом Его стабильности. Напротив, моря – это символ хаоса. Но они тоже созданы Богом. Когда моря начинают шумить, бурлить, реветь, Бог утихомиривает их. Подобно тому, как Бог усмиряет бушующее море, Он успокаивает мятежные народы. То, как Он это делает, приводит в трепет и становится знаменем для народов. Вот почему Он является упованием всех концов земли. 6 стих. И предметом прославления для живущих на ее пределах. 9 стих. В последних стихах данного псалма автор благодарит Бога за возобновление плодородия земли, которое появилось благодаря оживляющему землю дождю. Плодородная земля для ведхозаветных людей была символом благословения народа. Обильный дождь – выражением Божьей заботы или буквально посещением народа. То есть, если Бог послал дождь, на библейском символическом языке означает, Бог посетил свой народ. В 11 стихе описывается, как дождь наполняет борозды, смягчает землю, делает возможным пахоту. Семена, посеянные на почве, прорастают и дают плод. И вместо скудного урожая год сельскохозяйственный завершается Божьей благостью. 12 стих. Выражение «стези твои источает туг» в русском переводе полно славянских разных оттенков. То есть, это выражение полно славянизмов. Но если его, так сказать, расшифровать, расшифровать эту метафору, то мы можем себе представить примерно такую картину. Речь идет о некой дорожной колее, на которую падают излишки урожая с переполненной разными продуктами телеги, которая катится по полевой дороге. Вот что значит «стези твои источает туг». То есть, эти дорожные колеи становятся как бы источником жира. Туг по-другому жир. А жир – это символ изобилия, плодородия, избытка чего-либо. Итак, в буквальном смысле слова, скорее всего, речь идет о том, что повозка, фургон настолько полны урожая, этого урожая настолько много, что извозчик уже не утруждает себя, чтобы подбирать излишки. Вот такой сильный, яркий, красивый образ. Голода нет, всего много. Люди счастливы, их закорма полны. По 13-14 стиху сухие бесплодные ландшафты словно покрываются пышной растительностью, в результате чего склоны холмов начинают культивироваться, луга покрываться стадами, а долины – спелым зерном. Мы подходим к выводам. Псалмопевец благодарит Бога за восстановление плодородия земли после засухи – главной причиной, которой он, видимо, считал свой личный грех или грех всего народа. Псалм начинается в храме, а заканчивается на полях и долинах. Создавший вселенную Бог поддерживает мир во всем мире и противостоит всем силам, которые угрожают ему разрушением. Бог пообещал Аврааму, что его потомки станут великим народом, в которых благословлятся вся племена земные. Посему приходящие со всех концов земли в Иерусалимский храм на молитву должны быть услышаны. Их поля также должны наполниться урожаем, и за это они также должны воскликнуть и петь Богу хвалебные гимны. Поднимающееся море с его высокими волнами, которые легко могут потопить небольшую лодочку с ее маленькими и малосильными грибцами. Напоминает нам тот случай из Евангелия, когда апостол Иисуса Христа утопали в Галилейском море из-за шторма и высокой волны. Спаситель, идя навстречу им по водам, запретил морю и ветру двумя словами «Умолкни! Перестань!» И наступила после этого тишина. Апостол Лука, описывая последние времена, также прибегает к этому образу шумного моря, указывающий на общественный хаос, который прекратится с явлением Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою и славою многую. По откровению Иоанна Богослова, в небесном Иерусалиме уже моря нет. На небесах нет хаоса, потому что там судит и воинствует Сын Божий, Слово Божие. Следовательно, образ небесного царства неразрывно связан с миром, правопорядком, отсутствием бунтов и мятежей. «Богу, конечно, под силу навести порядок и на земле одним Своим словом, но Он ожидает от людей покаяния, соборной, всенародной молитвы, поскольку только тогда, когда на устах и у многих людей будет твердым всякое слово, тогда молитва начнет творить чудеса». Я еще раз подчеркну несколько, на мой взгляд, интересных и важных идей. Первое. Псалом описывает стихии, природные стихии, катаклизмы. Но эти стихии и природные катаклизмы, как, например, здесь описан образ бушующего моря, являются поводом и мотивом для того, чтобы описать в других текстах бушующие народы, мятежи внутри государства. В данном псалме результатом молитвы человека является дождь. Впадатель этого дождя является сам Бог, который дает человеку возможность вкусить от плодов рук своих путем сбора урожая. Если мы проводим параллели с Новым Заветом, то мы видим, что то место, где уже нет необходимости тяжело трудиться в поте лица, где нет уже ни болезни, ни печали, ни скорбей, ни воздыхания, называется небесным царством. Но вот в чем парадокс благовестий Иисуса Христа, если мы внимательно прислушаемся к его словам. Он неоднократно говорит, что Царство Небесное уже есть здесь и сейчас. Более того, он говорит, оно уже внутри вас есть, то есть среди вас, людей. Речь идет не только о том, что оно внутри меня, то есть как некое состояние умиротворения небесное царство, но Царство Небесное внутрь вас есть, по словам Иисуса Христа, может интерпретироваться как особое общество людей, в которых воцарился мир. Так вот, то Небесное Царство, в котором не волнуется, не бушует море, а в Откровении Иоанна Богослова там море стеклянное, то есть то море, которое не колеблется, то есть море ровное, тихое, спокойное, благое, дающее возможность какому-нибудь лодочнику спокойно переплывать на другую сторону. Так вот, это Небесное Царство, оно является являемым, становится на земле, когда среди людей воцаряется мир и правопорядок. И дальше мы с вами увидим в следующих псалмах, насколько переплетается то, что мы называем духовной жизнью, с социальной жизнью. Некоторые люди, приходящие в храм, они эти понятия разделяют. Говорят, вот моя светская жизнь, мое отношение к труду, к коллегам по работе, к водителю автобуса, к продавщице в супермаркете, это вот мое земное. А вот духовная жизнь, это сугубо религиозная компонента. Храм, молитва, пост. Так вот, для библейской поэзии Псалтири духовная жизнь и земная – это вещи неразрывные. Если человек нарушает гражданский закон, ему нет места в храме. Он не может с чистой совестью пристать пред Богом. Помни, как Христос говорит, если ты что-то имеешь на ближнего твоего, то когда ты идешь в храм с жертвой, ты в храм не иди. Ты жертву оставь на пороге храма и пойди сначала примирись с ближним твоим. Потому что жертва – это финал, это итог, это благодарность Богу тогда, когда я уже выстроил свои отношения с ближним. Итак, эти две темы очень переплетены. Ну а в последующих Псалмах мы скажем еще более глубокие, более серьезные вещи. в отношении того, как взаимосвязано благочестие народа с ответом Бога на общественную молитву.